Говори это и выгляди как идиот. Сегодня видео фразы, паразиты и слова, которые делают из тебя идиота. Начнем со слова полифария. У вас полифария пиньят? Вы вообще знаете, что означает это слово? Если нет, то ничего страшного. Это как в фильме Три Амиго. Эл Гуаппо всегда смеялся над Хэфэ, потому что тот не имел понятия, что означает этот термин. Вот в чем дело, если вы используете сложные и громоздкие слова, чтобы казаться умнее или выше других, это обернется против вас. Это было подтверждено исследованием в 2005 году. Последствия использования сложных слов без уважительной на то причины. Что же говорится в этом принстонском исследовании? Когда люди выбирают более сложные слова в ситуациях, где они могли бы сказать гораздо проще, мнение окружающих об этих людях ухудшалось. Поэтому не надейтесь, что если вы в своей речи используете слова, которые никто никогда не слышал, сделают вас умнее в глазах окружающих. Скорее всего, это будет наоборот. Далее у нас идет слово «вообще-то». Так получается, что когда мы используем это слово в начале своего предложения, то это воспринимается людьми как критика. И что мы сейчас будем на них нападать или говорить какую-нибудь отмазку. Представьте, что ваш коллега спрашивает вас. Эй, так что, ты берешься за работу над этим проектом? Какое чувство появляется, когда вы скажете «вообще-то нет»? На мой взгляд, звучит немного агрессивно. Почему бы просто не сказать «нет, я не готов». Какой смысл говорить «вообще-то»? Это только настраивает против вас собеседника, и оно вообще не нужно. Далее по списку «честно». Да, это была моя вина, честно, давай расскажу, что случилось. Когда ты так говоришь, задумайся на минутку. Это звучит так, будто ты все время лгал этому человеку. Если ты заявляешь, что будешь честным в этот самый момент, что это может означать? Что до сих пор ты говорил неправду? На самом деле мы иногда используем такие слова, даже не осознавая, что они в себе несут. Далее фраза «без обид». Когда вы слышите фразу «без обид», как думаете, что последует после? Он собирается вас обидеть. Он наверняка скажет что-то, с чем вы не согласны. Что-то обидное или критику. Так что, когда вы такое слышите, что вы обычно делаете? Вы готовитесь к обороне. Потому что вы понимаете, что сейчас вам скажут то, чего вы не желаете слышать. Еще часто происходит, что мы говорим эту фразу людям, а потом начинаем критиковать. Вообще, публично критиковать кого-то, а потом спускать на фразе «без обид» – это очень плохой пример для лидера. На мой взгляд, куда уместнее будет отвести человека в сторону и в приватной беседе высказать свою точку зрения. Можно сказать, у меня есть сомнения, давай я тебе скажу, как это выглядит со стороны. Это же намного лучше, чем начать с фразы «без обид». Так сказать. Спасибо, что ты сейчас говоришь о том, что ты собираешься что-то сказать. Но в чем смысл предупреждать меня об этом? Может, конечно, это помогает тебе справиться с некоторой эмоцией, или как-то отстраниться от ответственности. Но суть остается той же. Это не имеет никакого смысла, так сказать. Следующее слово – типа «словно». Это очень популярное слово-паразит, которым грешат многие. Проблема в том, что из-за него наша речь звучит как у дурочка. Да, я типа опоздал на работу, все словно было против меня. Я типа пропустил автобус, потом это пробовал дозвониться. Сколько можно говорить это? Ты уже опоздал на работу. И теперь все слушают твою историю. Может, это ваш босс. В общем, впечатление будет не самое лучшее. Это точно не показатель высокого интеллекта. Даже если вы самый умный человек в офисе, когда вы используете часто слова-паразиты, все моментально меняется. Очень похоже на слово типа «звук». То есть это даже не слово, это просто то, что мы говорим, когда думаем о том, что сказать. Суть в том, что эта вредная привычка просто уничтожает наш уровень интеллекта в глазах других людей. Люди, которые снова и снова повторяют слова-паразиты и странные звуки, считаются менее смышленными и плохими лидерами. Так что тут надо быть внимательным. Это самое сложное, потому что я знаю, что сам попадаюсь на этом. Мы должны замечать такие вещи за собой и исправлять эти ошибки. Самый лучший способ проработать эти слова-паразиты – это замедлиться. Нет ничего зазорного в том, что вы будете говорить немного медленнее. Так что, когда вы разговариваете с кем-то, слегка замедлитесь. Главное, знайте, что вы хотите сказать. Давайте рассмотрим фразы «вообще, в принципе, собственно». Это слова-усилители. Мы используем их, чтобы акцентировать внимание на своей речи. Вот только мы часто ими злоупотребляем. Поэтому, если вы, в принципе, часто используете эти слова, то это пугает людей. Скажем, вы говорите, что вы вообще спите. Но если вы спите, то как вы говорите? Так что это уже не так. Вы что, обманываете тогда или как? Надо использовать слова в соответствии с контекстом. Так же, как и слово «вообще», слова «впринципе» также используются повсеместно. Этой фразой вы подтверждаете что-то на 100%. Поэтому, когда вы говорите «впринципе», это была лучшая вечеринка. Что вы пытаетесь этим сказать? Вы просто усиливаете вашу речь этим словом? Или вы сомневаетесь в том, что это было так на самом деле? Когда вы добавляете это слово, то вы говорите, что эта вечеринка была лучше других. Но если это не так, то технически вы обманываете. Теперь разберем слово «собственно». Люди часто говорят это в начале фразы. Если вы, собственно, собираетесь что-то сказать, то зачем вам, собственно, подчеркивать ваше намерение этим словом? Так что, когда вы используете это слово как паразит, то оно показывает, что вы нервничаете и не уверены в том, что говорите. Следующая фраза, я сам часто попадаю в ее сети, это фраза «лично я». Зачем вообще подчеркивать, что я лично сейчас что-то говорю? Когда это и так очевидно, что я лично говорю сейчас что-то. Это как раз то самое слово «паразит», которое мы используем, когда хотим заполнить пустоту и потянуть время. Когда вы хотите проработать такие ошибки, мой лучший совет – это снимайте себя на видео. Замедлитесь, подумайте. Найдите те места, которые стоит исправить, затем практикуйте. Вот как это работает. Я знаю, что я стал лучше говорить, когда начал записывать эти видео. Вы тоже можете прокачать этот навык, используя такие простые советы. Вы когда-либо использовали фразу «не мог больше переживать». Но на самом деле вы, наверное, имели в виду «не мог переживать больше». Потому что если вы не могли больше переживать, тогда вам стоило переживать меньше. А если вы не могли переживать больше, то вы реально волновались. Потому что в первом варианте это означает, что вам все равно. Поэтому будьте внимательны к тому, как вы говорите. Со всем уважением. Забавно то, что, когда мы говорим эту фразу, на самом деле мы не особо высказываем уважение. Вы просто хотите сказать приятное, но вы не хотите нести ответственность за сказанное. Но суть в том, когда вы говорите фразу со всем уважением, это не отменяет последствий того, что вы скажете далее. Но если честно, всем сразу становится понятно, что, адресуя эту фразу человеку, вы говорите не то, что думаете. И на самом деле не испытываете уважения к собеседнику. Как же с этим быть? Не начинайте фразу с этого словосочетания. Потому что это настрой человека в защитную позу. Лучше отведите человека в сторону. Исследования показали, что когда человек находится в изолированном месте, и ему не надо быть в образе перед другими людьми, то в разговоре с глазу на глаз он склонен быть более открытым и доверчивым. И не стоит давить на людей. Вам надо делать так, чтобы они сами замечали свои ошибки, без того, чтобы вы на них указывали. Вы не можете заставить кого-то что-то изменить. Но вы можете помочь ему видеть ошибки. Рекомендую это видео, чтобы знать, что говорить. 21 фраза, которую мужчины должны говорить чаще. Ребята, скажу честно, это, наверное, мое самое лучшее видео, которое я когда-либо снимал. Так что смотрите его, это отличное видео. В нем я рассказываю о том, что должен говорить парень, чтобы выражать себя более доступно, и чтобы оказывать влияние на других людей.